Владельцы сгоревшего здания на улице Морозлиевской рассказали о возможных причинах ЧП. За несколько дней до пожара им настоятельно предлагали продать старинную усадьбу. После отказа из окон повалил дым. В теме разбирался Игорь Хмурый. Огни пожара озарили Морозлиевскую вечером 12 сентября. Горела очередная старинная усадьба, которая до конца 90-х была детским садом от ЧМП. После многочисленных обвинений в умышленном уничтожении собственного имущества, владельцы здания решили рассказать свою версию. Причиной пожара я предполагаю, что это были наши неудачные переговоры с застройщиком, который приезжал к нам. И сделал предложение построить здесь высотное здание. Я отказался от этого предложения. И буквально через недели-две случилось возгорание. То есть это 100% поджог. По словам Анатолия, в тот день соседи заметили во дворе двух неизвестных. Через 10 минут повалил дым, а незваные гости быстро скрылись. Владельцы здания много лет пытаются выбить у городских властей разрешение на реконструкцию и перепланировку. Но каждый раз слышат невнятный отказ. Анатолий не скрывает, здание и так хотели продавать. Но предложение предполагаемых поджигателей слишком сильно пахло жареным. Теперь и в прямом смысле. Они сказали, что они решают все вопросы. Если нужно, общественность будет выходить в нашу пользу. Вот, что у них уже все это есть. Рассчитаться решала хотел квадратурой будущего дома. Но такие мутные партнеры владельцам пришлись не по душе. Тем более, в случае удачной реконструкции уже есть ряд более элегантных предложений. Мы рассматриваем несколько вариантов. Есть вариант, где киевская школа для обучения на английском языке. Мы рассматриваем такой тоже вариант. Они были здесь, им понравилось. Но поставили условие, что надо ее немножко расширить. Может быть еще один этаж. И они бы с удовольствием поступили. То есть мы хотим сохранить это здание. Умышленный поджог теперь должно подтвердить следствие. Поэтому пока Анатолий не хочет называть фамилии тех, от чего имени приходили решалы. Страшит то, что такие методы переговоров в Одессе становятся системой. Ведь бензином и добрым словом можно добиться гораздо большего, чем просто добрым словом. Игорь Хмур и Алексей Пережилин. Седьмой канал.